Добрый день, дорогие друзья! Цена решений, тема этого короткого видеорассуждения и поводом для этого видео послужила встреча с одним молодым достаточно мужчиной который из-за ухудшения своего здоровья пришел в фитнес-центр и он пытается восстановить свое здоровье у него панические атаки, а также проблемы физического порядка связанные с шейным отделом позвоночника и прежде всего он устал от этих панических атак, от утраты здоровья и он любыми путями хочет восстановить свое здоровье и он готов поехать в соседнюю, условно, мусульманскую республику где есть люди, которые с помощью иглоукалываний, а также заклинаний и других разного рода народных, в кавычках, методик пытаются восстановить здоровье человека и я поговорил с этим человеком и потом решил выставить это небольшое видеорассуждение и оно называется «Цена решений» не всегда люди имеют возможность принимать решения иногда решения принимает кто-либо за них это могут быть маленькие дети или преклонного возраста старые люди или люди, оказавшиеся в бессознательном состоянии когда врачи или те, которые обнаружили этих людей должны принимать решения и в зависимости от того, какое решение будет принято идут и последствия этих решений а последствия бывают разные иногда последствия могут привести человека к инвалидному столу а могут привести в дом для сумасшедших а могут привести его даже на кладбище и это происходит и я хотел бы сразу же сказать о том, что есть решения человеческие есть решения врага, а есть решения Бога и не всегда человек в этом во всем может разбираться но принятие решений – это очень важная составляющая в жизни каждого человека думаю, что большинство людей, рассуждая о жизни думали или хотели бы иметь возможность решать в какой стране родиться, в какой семье родиться но у них этой возможности, как и у нас у всех людей такой возможности нет это решение принимается Богом где родиться, с каком цветом кожи в какой семье, полной или неполной и затем уже в жизни людей появляется желание выйти из неблагоприятной сферы в благоприятную сферу как духовную, так и физическую образование, творческий потенциал спорт, науки это все необходимо для каждого человека но не каждый человек использует этот потенциал создание семьи, рождение своих детей это тоже не все люди используют и не у всех людей есть даже в этом какой-то, можно сказать, небольшой выбор есть ограничения даже в этом работа, свой бизнес, материальная обеспеченность и это тоже решения, которые не в полной мере зависят от самого человека но зависят также от общества, где он проживает зависят от его родителей, друзей, образования и от много-много еще чего но вот здоровье, как духовное, так и телесное уже в большей степени зависит от самого человека хотя и от его родителей которые передали ему здоровье или может быть какие-то болезни это тоже вопросы, которые касаются каждого человека цена решений от чего или от кого зависят эти решения представим, что у человека плохо со здоровьем и необходимо провести операцию а материальных денег на то, чтобы произвести эту операцию у него нет и многие люди сегодня из России уезжают во Францию, в Германию сдаются там по беженской линии для того, чтобы прооперироваться чтобы ему, этому человеку или ей помогла западноевропейская бесплатная медицина а она там бесплатна и даже беженцы могут получить доступ к операции любой сложности причем бесплатно и возможности людей ограничены и люди в этих ограничениях пытаются принимать правильные решения но всегда за решениями стоит определенная цена и определенные последствия и поэтому есть Бог, есть враг и как у Бога, так и у врага есть свои служителя, слуги и которые эти люди принимают определенные решения не только в своей жизни но и решения для других людей и поэтому от кого получить помощь это очень важная составляющая для жизни самого человека я хотел бы привести слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 16 главе 26 стихом Иисус Христос говорит какая польза человеку от того что он приобретет весь мир а душе своей навредит оказывается душа человека, одного человека она ценнее, чем весь материальный мир знают ли люди об этом? большой вопрос и поэтому есть последствия решений через которых человек хочет что-то изменить в своей жизни то ли здоровье, то ли семья то ли еще бизнес то ли еще какие-то важные составляющие жизни человека и если человек прибегает к помощи врага то враг бесплатно, во-первых, это не делает а во-вторых, за это потом последуют определенные последствия то есть будет цена этого вопроса и цена иногда может быть очень и очень большой в частности, душа человека знаем ли мы об этом? знаем ли мы о цене наших решений? просуждайте об этом я желаю вам Божьей милости и благодати до свидания спасибо за просмотр! Продолжение следует...